Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сосиску? Похоже на обыкновенный червячок Но я думаю мы с помощью волшебного насоса чудесного Из червячка сделаем сосиску? Нужно хорошенечко подбить Нужно предупредить, что это не обыкновенный червячок Обыкновенного червячка надувать нельзя Мы уже пробовали Алиса, не рассказывай все секреты Дуем? А, дуем Так, давайте еще сильно-сильно Кажется уже надувается Вот здорово Вот это мы с вами сделали сосиску Хочется сказать, что на самом деле без вот такого волшебного насоса Обойтись очень тяжело Надувать ртом Это наверное могут единицы Это очень сложно И там нужно специальным образом подготовить этот шарик Предварительно Поэтому насос необходим всем родителям Которые хотят удивлять своих детей Вот такой То есть волшебный насос для волшебных шариков Да, простой, обыкновенный волшебный насос Так, Алиса, с чего мы начнем? Давай мы попробуем сейчас Я думаю самое простое Это меч Меч Который любят все мальчишки Будем делать острый меч Для того, чтобы сражаться со всеми злодеями Острый меч из воздушного шарика Удивляйте Это чудеса Чтобы сделать какую-нибудь поделочку Нужно всегда оставить запас воздуха Запас, точнее, пустого пространства Для расширения воздуха Мы просто спускаем немножко И с другого хвостика мы Оставляем Для каждой поделочки Вот этот вот хвостик Небольшой ненадутый хвостик Разного размера Для меча вот у нас приблизительно сколько это? Два-три пальчика мы оставляем Теперь нам нужно завязать узелочек Я с вашего разрешения сделаю это сам Потому что это без тренировки Делать тоже нелегко А я надую еще один Еще какой вы говорили? Синий цвет? Синий Так, хорошо Сейчас мы сделаем еще синюю сосиску Бывают такие Бывают и синие Ух ты, как быстро у вас получается Я сразу оставляю необходимый Еще давайте мы выберем какой-нибудь Белый Белый Так, мы его тоже надуем А насколько сложно делать узелки? Я думаю, что с тренировкой Наши маленькие телезрители и их родители Смогут все-таки научиться правильно, красиво завязывать узелочек на шарик Да, да, на самом деле это нужно приспособиться, приловчиться С первого раза может не получиться И, конечно же, когда очень часто занимаешься этим, страдают пальцы Очень сильно страдают Нужно пользоваться кремом специальным Давайте я попробую показать Нам нужно взять узелочек в одну руку Обернуть вокруг пальца Зажать хвостик между двумя пальцами И стянуть теперь петельку Я думаю, что всем мамам это знакомо Это приблизительно как завязывать узелок на ниточке Да, решить свет Есть у нас теперь три красивых шарика Есть у нас С одинаковыми примерно хвостиками Да, с хвостиками В конце нашей поделочки от этих хвостиков ничего не останется Будет полностью надутая сосиска С чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что нам нужно сделать круглый пузырек Мы его просто крутим в разные стороны Он не лопнет, потому что воздух продвинется в наш хвостик, который мы специально оставили для этого Самое главное, не бояться Можно немножко поддавить, чтобы отсюда воздух перешел Смелее, смелее, смелее Он не лопнет, он эластичный Получилась прям как форма моей любимой сосисочки-школярика Да, вот это они Думайте об этих сосисках Теперь мы ее не отпускаем А, не отпускаем Не отпускаем Держим Мы всегда все поделочки начинаем делать со стороны узелка В сторону хвостика Куда выйдет хвост Теперь нам нужно, не отпуская, сделать вот такого размера петелечку Так, складываем Тогда складываем Алиса, молодец Видно, молодец Есть Так, а теперь нам нужно в этом месте скрутить и этот шарик, и уже скрученное место То есть мы берем двумя руками Перекручиваем, не боимся И перекручиваем Ага И он перекрутится? Перекрутится, перекрутится Он не лопнет, я вас уверяю На ту сторону Вот Получается Получается И теперь можно отпускать, теперь она держится уже сама по себе Можем узнать в этом знакомую всем фигурку собаки У собаки обычно морда подлиннее немножко Морда подлиннее, голова пониже Ну, это мы Пропорции, то есть это вот, опять же, главное понять принцип А потом уже можно даже самим что-нибудь выдумать и сделать какую-нибудь необыкновенную Теперь нам нужно сделать рукоятку, чтобы потом мы наш хвостик пропустили в эту петельку Но, чтобы ручка наша была красивее, мы ее украсим тремя пузырьками воздуха То есть Так То есть мы теперь, как и первый делали Перекручиваем Мы так же делаем Раз пузырь И придерживаем Отлично Придерживаем Перекручиваем Теперь не отпускаем Делаем еще один пузырик А если он вот такой небольшой, ничего страшного? Отлично Ничего И делаем такой же третий Да Еще один, третий Вот так Вот, теперь обратите внимание, друзья У нас наш хвостик полностью надул Весь воздух надул туда Потому что тогда может быть взрыв Теперь, не отпуская, нам нужно этот хвостик продеть в эту петельку, которую мы сделали ранее Ой-ой-ой Ничего Сейчас я сделаю свой меч, помогу немного Вот И теперь Остается подровнять Давайте я вам помогу Вот И мы его просто выравниваем Как обычно И действительно получился меч Получился меч Чувствуешь себя, да, по-настоящему Рыцарем Рыцарем Я думаю, наши зрители смогут самостоятельно изготовить такие фигурки И удивить своих гостей на празднике Своих деток порадовать И праздник наполнить чудесами Самое главное, что нужно сказать Эти шарики называются шары для моделирования Потому что, если будут люди искать, чтобы не искали сосиски, а искали шары для моделирования И в сосисок настоящих такой не получится То есть мы берем шары для моделирования Берем обыкновенный насос для надувания, шарика надувания И вот так спокойно, с закручиванием закручиваем, мы можем сделать вот такие фигурки Конечно, конечно И еще, еще что хочется сказать Шарики бывают разных размеров Вот есть у нас вот такие тоненькие, это 260 размер, это 160, и, конечно же, фигурка из такого шарика получится намного меньше, намного уже. Расшифровывается размер так, что в трех цифрах название 160, единичка обозначает размер, диаметр в дюймах, то есть один дюйм, а 60 это длина всей сосиски тоже в дюймах, то есть около полутора метров. Вот это сосиска. Действительно намного меньше получается. Это уже, да, похоже на какую колбасу? Ну, венские, да, наверное. Венские, да, чуть-чуть потоньше. Так, что мы можем сделать из такой сосиски? Можно собачку ходить. Собачку. Давайте собачку, я думаю, что котик у нас в студии уже есть, Мурзик, а вот делать ему друга собачку, это дорого стоит. Главное, чтобы они не ссорились. Я думаю, что он подружится, у нас очень мирный котовик с такой бабочкой. Так, так, так. Вот такие замечательные колбаски у нас получаются. Тоже, точно так же мы спускаем. Так, попробуйте завязать узелок, я думаю, у нас все получится. Ой-ой-ой. Вспоминаем уроки шитья. Ой, с такой сосиски это только так само получится. Ой-ой-ой. Такса. Хорошо, прощение. Да, вот с таким блинным. У меня не получается. Ничего-ничего, пробуем, стараемся. Вот так, а нанесли вот так. Ой, захватила. Вроде бы. Давай-давай-давай-давай-давай. Так. Ну-ка, шляпник, помогай. Так, давайте поменяемся. Сейчас будет. Сейчас чуть-чуть. Сейчас она будет. Почти. Я сейчас все сделаю. Ой. Хорошо, отлично. Есть. Ура. Так. Я смогла. Теперь мы уже начинаем аналогично, то есть мы уже почти голову собаки поняли, как делать. Только мордочку мы возьмем чуть-чуть длиннее. Чуть-чуть длиннее. Так же самое закручиваем. Перекручиваем. Есть. Делаем петельку, которая будет нашей головой, сформирует нам... Голову мы берем немножко поменьше, да? Немножко поменьше, да, относительно мордочки. И так же перекручиваем в этом месте сразу. Вот так. Две. Получилась продолговатая голова собаки. Да, с маленькими ушками. Только поперек давайте поставим. Так, теперь нам нужно сделать... Алиса, держи. Мы будем делать теперь шею. Шею. Шею мы делаем тоже небольшую, да? Да, тоже небольшой кузырь. И сразу можно отметить, что если шея будет очень длинная, то получится жира. Ага, то есть можно сделать два в одну. Кто хочет запах, сразу же жира. Можно сделать даже длинношеево динозавра. Теперь нам нужно сделать ноги, так же, как мы делали шею, только ноги наши будут, конечно же, длиннее. Вот так. Так же закручиваем. Есть. Одна нога. Дальше нам нужно сделать туловище. Мы можем сделать короткое туловище, и тогда останется длинный хвост. Можем сделать длинное туловище, останется короткий хвост, это будет похоже на таксов. На таксов. У меня будет маленький шпиц с коротким туловищем. Хорошо. Так. Перекручиваем, не бойтесь. Закручиваем туда, и еще теперь лапы. И еще одни ноги делаем. Так, господи, а как бы еще угадать размером ног? Да, нужно, чтобы они были одинаковые. Ну, да, вроде одинаковые. И перекручиваем. Все, достаточно. Нога станет на место. Есть. Вот, у нас получились три собаки. Три собаки, они похожи на сестры. Да. Есть что-то общее. Маленькие баллонки для трех мушкетеров. Точно, это они из фильма. Так. Что бы еще нам сделать? Ребят, ну вы крутые. Вопрос. Да. Вы сами учились к тому, что делали шарики? Да, сами, сами старались, учились. Конечно же, помогает интернет, много полезной информации, можно отыскать... Видео-уроки. Видео-уроки, да. Спасибо мастерам, которые знали это до нас и смогли поделиться. Они оставили это в секрете. Все свои умения, навыки показали нам. Учимся, стараемся делать больше, лучше каждый раз. Из вот таких тоненьких шедемок можно сделать буквы, которыми украсить можно будет какой-то декор из шаров. То есть, дополнение, дополнение. Круглые шарики, длинненькие шарики, различных фигур. И получается, можно сделать даже просто какую-то невероятно огромную поделку, да. Ну что же, ребят, я думаю, последний от вас мастер-класс для того, чтобы наши телезрители действительно посмотрели, сказали, вау, мы теперь можем все. И мы отпустим наших дорогих Алису и Шляпенко покорять мир дальше. Так, давайте мы сделаем очки. Очки, да, да, это самое любимое. Так, розовые? Давайте розовые очки, для того, чтобы все в нашей стране было хорошо, хотя бы с помощью таких очков. Так, да, ненадолго погонемся в мерцеде. Для очков нам... А я хочу фиореневые. Фиореневые? Фиореневые, да. Для очков нам хвостик... Это любимый цвет Алисы в стране. Хвостик понадобится совсем маленький, буквально с один пальчик, вот так вот. Потому что с перекручиваний будет немного, но поделочка очень эффектная и не может не вызывать улыбку на лицах. Держите. Держу. А я возьму себе, например... Например, зеленый, чтобы все было красиво. Зеленый. Зеленый. Скоро весна? Да. Так, занимаемся сплошным надувательством. Надуваем сосиску до конца. Надуваем до конца. Спускаем также на один пальчик. Чуть-чуть. Немножко. И завязываем узелочек. Теперь нам нужно весь воздух распределить по всей сосиске. Нам этот хвостик сейчас уже сразу же не нужен. Мы вначале возле хвостика берем и равномерно прижимаем, так ее сминаем. Сильнее, 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 сильнее. Сильнее. Вот. И весь наш хвостик уже стал снова надутый. Сосиска мягкая. Но при этом хвостик никакого нет. Теперь нам нужно поделить наш весь шарик пополам. Поделили. Мы прикладываем и находим ровно серединочку. Есть? Да. Теперь нам нужно в этом месте, где серединочка, перекрутить шарик. Мы его разделили на две части. Части. Есть. Примерно одинаково. Да. Теперь нам, мы берем от середины в сторону, делаем небольшую петельку. Примерно как мы делали для мяча. Есть. Чуть-чуть меньше. Так, чтобы как раз в нее потом смог пройти шарик. Да. Теперь нам нужно снова перекрутить в этом месте два, две толщины сразу. Есть. Так, все, достаточно. Много крутить не нужно, чтобы стенка шарика не испытывала больших нагрузок. Теперь нам нужно короткий хвостик продеть в серединку нашей петельки. Ой. Но не до конца. Тогда останется вот такая вот загогулина. Похожа на пистолет. Есть. Так, еще, 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 еще. Еще. Еще чуть-чуть, еще, чуть-чуть. И еще чуть-чуть. Еще немножко. Все. Есть. Вот, получилось, половина нашей поделочки готова. Теперь мы делаем точно те же действия со второй стороны. Складываем петельку. Отлично. В какую сторону мы ее складываем? В сторону... Вот так. Не важно. Не важно. Не важно. Мы складываем петельку, перекручиваем опять же в этом месте. У меня не перекручивается. Так, давайте буду помогать. Опасный момент. Алиса. Складываем и крутим в разные стороны. Ага. Все. Есть. Держи. Заканчивай. И теперь свободный хвостик также продеваем в нашу петельку свободную. Получились вот такие очки. Отправляемся в страну чудес. Примеряем. Так. О, я уже в стране чудес. А вы? Я тоже. И мне тут очень-очень нравится. Ребят, доверете меня с собой в страну чудес? Обязательно. Конечно. Мы приглашаем всех друзей отправляться за чудесами. Ребят, а когда можно отправиться за чудесами? Где можно еще научиться вот таким классным мастер-классом, где Алиса в стране чудес может поделиться своими чудесами? Алиса в стране чудес и много других героев ждут наших друзей, всех жителей города Николаева и также области у нас в студии. Студия праздника «Водосуга» — лето. 11 февраля, а в эту субботу у нас открытие. Да, поэтому это для нас долгожданный такой необычный момент. Очень ждем всех. Хотим, чтобы пришло к нам побольше людей. Хотим, чтобы потом в дальнейшем приходили к нам все на мастер-классы, развлекательные программы, праздновать дни рождения, любые семейные торжества. У нас это все возможно. Там можно будет найти все для проведения самого яркого, веселого досуга и, конечно же, праздника. Я думаю, что для того, чтобы жизнь была праздником, действительно можно устроить себе лето среди февраля. Да.